Теперь ближе к делу. К сожалению, есть еще причины, по которым плохо растут растения. С одной стороны, перед вами Кальский сад. Это яркий пример, я его изучал. Он был посажен так давно, что никто не помнит. Вот, председатель колхоза сказал, а я тогда был дураком, я у него тут землю выпрашивал под сад. А этот Кальский сад, который был горем для колхоза, то есть он через год давал урожай. Вот он сидит, председатель колхоза, и говорит, вы знаете, горе в настоящее. Нам эти яблоки девать некуда, мы не знаем, что с ними делать. Они как разродиться, как разродиться. И тут же несуны, 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 все хапать, хапать, хапать. Вот это было. То есть для них это было настоящее горе. Это не то, что какое-то основное направление. Животноводство, птицеводство, яйцеводство, масло, влека, ну и все. А это даром не нужно было. Он задичал, и вот это было посажено как раз. У нас ветра только запада. Юго-запад, северо-запад и запад. Вот запад, запад, запад. Ну так сложилось, там дальше горы, их просто не видно. И вот они вырастут, громадные тополя, но они зимой не защищают. Через них ветер свистит только так. Это кажется, что будет, но только летом. И вот умудрились, этот сад, который в конце концов задичал. Я вам уже на этот самый Новый Несельский сад показывал. Много я вам показывал еще. Вот, и еще может покажу. Тот задичал, этот задичал. Но самое интересное другое. Приходится ездить этой дорогой недалеко. Вот прямо я с дороги фотографию делал. Вот. Давно съели последнюю овцу. Когда-то гигантские были эти самые орды или как их называют. Отары. Вот. Давно не пасутся тут коровы и ни одного не всходит в дерево. Вон там на горизонте что-то взошло, видите. Все. Это совершенно непригодная земля. Она с гравием перемешку. Это дно бывшего моря. Которое, если верить, еще одно было сто миллионов лет назад. Сто миллионов лет ничего не растет. Сад посадили. Вопрос. Почему он растет? Самосевом не всходит. Семена не дураки. И природа не дурная. Это все бессмыслится. Они не всходят или, может быть, пытаются всходить и тут загибнут. Ветра, 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 грави и что-то только нет. Это абсолютно негодное место. Но, когда садишь саженцы, они растут. А толку особо не было. Потому что садили как культурные яблони. Они быстро стали полукультурными. А потом последний раз я приехал. Они были уже дети. Если было невозможно. Вот такая реальность. Но это еще не все, что я хотел сказать. Дело в том, что семена тоже. Сейчас я вам покажу. Если порастить до такого состояния. Они смогут расти. Вот если вы тут возьмете, распахаете. Забор поставите. Да повыше, чтобы ветра не было. Они будут расти. Будут. Но, все-таки повторяю. Три пальца. Южные склоны. Вот. Городская черта. И поймы рек ниже плотин. Незамерзающие. В сумме это несколько миллионов человек. Могут выращивать спокойно. Даже абрикосы. Вот. Даже абрикосы. Здесь степь. Здесь никогда не бывает много снега. Но, еще раз говорю. Вот. Я был дурак дураком. Я умолял. Дайте мне. Когда я начал землю давать. Мне сказали. Лезятик. Договарьтесь. Закон законам. А приказ был такой. Сохранить колхозы. Негласный приказ. Ну, как у нас принято. Вот. Есть закон. А есть это. Телефонное право. Хорошо, что он мне тут не дал. Я был тогда дураком. Вот тут уже я помнее. Это рядом вот тут я фотографировал. Просто со своего участка. Соседний заброшенный участок. Он был заброшен, потому что здесь картошку не могли вырастить. Не росла уже картошка. Забросили. Вот оно такое. Видите, я ходил с рамками. Бешено крутится. А это геопатогенная зона. Слева огромные тополя, которые выросли с тех пор, как забросили участок. За 10-15 лет они просто выросли. Огромно. Здесь, вот не считая вот этого растения, вот она. Вот это геопатогенная зона. Вот. Пожалуйста. Когда у вас, я предлагаю, каченные семена. 2-3 человека всегда из сотни найдется. А вы им замерзшие прислали, а вы это, сухие прислали. Вот все, что остается, даю, не жду, а потом выбрасываю. Все, ну, кроме этого года. В этом году и так почти совпало. И сезон закончился, и семена закончились. Средизированы. А так вообще вот такая история. Вот это хотел сказать. Да, можно вырастить. Но такого сада, который будет вас радовать, вы не вырастите вот здесь, например. А это вот такая же история возле Абакана. Вот. Я представляю, что такое дальневосточный гектар. Абак, вот, который нахрен не нужен, потому что людям дали там, где ничего расти не может. Вот. Ну, а там, где получше, там уже приходилось давать взятки. Это вся страна знает, кроме руководства. Вот. Посадок не было. Так, теперь. Еще у меня вопрос. Он есть в моей этой самой гостевой книге. Значит, Красноярский плодносит какой-нибудь абрикос. Вспоминайте, мне удобно. Много фотографий, много интересного. Тумашков Юрий Альбертович. Проработал мне один сезон. И увез много-много саженцев. Вот два из них. Это где-то под Красноярском. Кстати, там не греет. Это далеко от Красноярска. Там не греет. То есть жесткий климат. Ну, вот, пока вспомнил, нашел. Вот. У меня много фотографий с абрикосами, с плодносит, с разных мест. Мне не хватало ума подписать их год и фамилию, и самое главное, откуда. Вот. У меня же огромный архив, но я в нем утонул. Так, теперь. Сейчас я глотну. Будет серьезный вопрос. Это мой оппонент. Видите слова? Вы замалчиваете. То есть замалчивание, это... Для меня молчание та же вороня. Сейчас посмотрим, правда ли я замалчиваю. Я сейчас вам буду минут 10 рассказывать уже, так как я подробно рассказывал о почве, о всходе. Какая почва там, гипотогенной зоны. Вот здесь уже другая проблема. Она не менее важная. Она и с той смыкается. Сейчас что-то я смотрю, не вижу. Где у меня кружка с чаем? Секунда. Вы передохните 30 минут, я говорил, без перерыва. Так, где-то моя кружка. А вот она. Пойду, добавлю кипяточку. Пойду, добавлю кипяточку. Пойду, добавлю кипяточку. Хотя жанна меня постоянно подкусывает. Вот. Но я и благодарен. Почему? В жизни бы, если бы мне вот это вот замалчивать, я бы даже на письмо внимания не обратил бы. Так, читаем целиком. Хочу задать вопрос по поводу подвоев ваших яблонь. Вы в своих видео на ютубе учите всех выкапывать дикие пороси сибирки для подвоев. Да, учу. Почему вы замалчиваете о том, что яблонь, привитые на дикую пороси, мельчают по предшествию 12 лет? Вот такой вопрос. Жанна, почаще это самое. И даже я обижаться не буду на слова замалчивайте. Хотя синоним слова замалчивания, слово ложь. То есть я молчу, а яблони дичают. Мельчают, дичают. Вот. А человек растил, растил, здрасте, получил не это, несъедобное. Тем более на сибирке. Так вот, милая жанна. Извините, может вы, это, уже у вас пора по отчеству, но нет отчества в вашем, это, в вашем письме. Итак, 12 лет. Зациклимся на этой цифре. Начнем мы издалека. Раз речь идет о прививках, я готовил следующую тему, но пригодилась. Не имеет значения, речь идет о абрикосе, яблоне, груши. Вопрос принципиальный. Итак, когда вы делаете прививки, а вы вспоминаете, что я постоянно твержу, что есть понятие биологическая совместимость, частичная, полная, неполная, 100% или нулевая. То есть, вот это может быть мертвым. Смотрите, пусть это будет абрикос. У меня просто под рукой попалось и, ну как бы нагляднее. Ну, готовил другому вебинару. Ну, ничего. Итак, здесь что мы видим? Мы видим, что здесь и вот это вот справа, видите, это только-только проклевывается. Но оно настолько отстало, что понятно, что фактически подвой победил. Вот эти веточки, все три, торчат ниже вот этой обмотки. Все три, да? Я вам несколько вариантов предложу. Итак, я для наглядности уже все ясно. Уже надо привой отрезать. Для меня это уже не жилец. Но мне нужно было вам показать сам принцип. Мне говорят, пошли подвойные ветки. Что делать? Я же отвечаю не только вам. Вы поймите, я отвечаю на ваш вопрос. Ну как? Я не могу так. Да, нет, как в анекдоте. Три варианта ответа. Да, нет. Третий вариант пошел нафиг. Был такой анекдот. И вот, значит, я взял обломал, чтобы показать. Ну, вы должны были ломать. Или я должен был ломать. Ну, проворонил. Зато, честный человек. Раньше, когда они только появились. Итак, вот запоминать один вариант. Смотрим ниже. И вот еще два варианта. Смотрите, здесь тоже абрикос пошел. Ну, как пошел? Он пошел лучше. Тут вообще, считайте, ничего. Это все в один день снято. Здесь ничего. И здесь прекрасно пошел. И закономерность уже ясна. Подвоенный еще не полностью принял привой. Так. И пытается возродить, собственно, эти. И, наконец, там, где. Вот здесь максимальная биологическая совместимость. Там, где пошла нормальная прививка. Вообще, считайте, он не стал бороться. Он ее принял за свою. Понятно, да? Он принял за свою. Еще маленький нюанс, пожалуйста. И любой снимок для меня, это, ну, как повод поговорить на несколько тем. И сделать несколько важных заявлений. Одно из них так. Смотрите. Высоковато. Высоковато. Так. Ну, вот здесь хорошо видно. Высоковато. Высоковато. Помните, я говорю, как можно ниже. Ну, раз ниже, ну, сделал-то вроде все правильно. А здесь я сделал еще нижее. Каким чудом я сделал, я не знаю. Хотя это я, ну, как, старался так. Вот. Это уже дает плюс. Согласны? Чтобы приваривать лучше. Но главное это все-таки. Не это, а главное биологическая совместимость. Чем она выше, тем меньше шансов, что я просто получу мертвое дерево. Вот. Теперь дальше. Начинаем ближе к вам, Жанна. Значит, когда при прочих равных условиях, это можно считать постулатом, хотя я такой вранг постулата не возвел, при прочих равных условиях, там, где лучший результат, а он лучше, видно, что подвой привой принял, то есть сроднился с ним, то есть не стал его убивать. Здесь убил. Это мои руки вроде бы золотые считаются. По крайней мере, прививка. Вот. Здесь убил. Подвой убил привой. А я убил подвой, и теперь мы имеем мертвую саженницу. Это только для наглядности. Вот. А здесь получилось все прекрасно. Так вот, если взять вот такой вариант. Пошел, пошел. И такой вариант. Здесь при прочих равных условиях плоды будут крупнее. Поняли? Там, где он чувствует себя неуверенно. Я условно, здесь стопроцентная биологическая совместимость. Ну, если не считать, там, пусть 98. Ну, и я образа. Здесь 100, а здесь 50. Здесь плоды будут крупнее. То есть подвой влияет на крупность плодов. Как? Не потому, что они дичают. Понимаете? А потому, что привой чувствует себя неуютно. Собирается помереть. И очень... Помните, я вам показал однолетние привирки. Все в цветах. Да так много цветов, что страшно смотреть было. Вот. Не потому, что подвой. Еще раз. Дичее он, дичее. А потому, что привой, еще раз повторяю. Чтобы выжить, старается дать больше семян. Ну, тогда сколько получается крупных плодов? Меньше. Вот этот момент. Мы в целом это... Вы уже, может, отключили компьютер. Дело в том, что... Я то, что я буду рассказывать, это... Я только начал. Теперь мы смотрим карту климатических зон России. Так. Господи, а вы это откуда? А, кажется, Сахалина. Утверждать не буду. Смотрим. Сахалин вот. Ну, даже если ошибся, ничего страшного. Дело в том, что вот эта вот карта климатическая... А ее составил не я. Кто-то мерил, что ночная температура дневная, средняя, и получилась вот такая картинка, да? Чем-то она напоминает. Помните? Примерно меридианы, да? Вот так же. Похоже. И вот теперь смотрим. Первая зона, это понятно, это субтропики. Вот. Вот это вторая зона. Это для нас просто юг. Это красота. Ну, это граница с Украиной, Польшей, там. Понимаете, да? С Белоруссией и так далее. Вот это граница. То есть, пусть это не юг, а как бы примыкает к западу, ну, а там Гольфстрим чуть-чуть левее. И получается, что вот эта вот зона супер теплая, вот эта просто теплая. А мы с вами 90%, 95% датчиков живем вот в этой зоне. И говорить мы будем об этой зоне. Потому что еще есть следующая зона. Вот она, синенькая такая. Четвертая зона. Она уже, о-о-о-о, смотрите. О-о-о, вот этот кусочек и вот этот кусочек. Вот. Ну, мы уже дудинку на лица с Алихартра, а на дырь осматривать не будем. Наш брат-садовод живет 90% тут. Про них и будем говорить. И Сахалин тоже. Это, видите, это ролик. Я взял фотографию. Так вот, посмотрите на их саженцы. Это клоуны. У них нет центрального корня. А зачем им Беларусь? Она вот тут, смотрите, налево. Она вот тут. Да. Теперь, тут порядка 30 ран. Да, не меньше. Ну, посчитайте сами. 28, 25, 35. Вот это рано. Вот отсюда, они считают, должна идти. Откуда они взяли технологию? С Германией. А Германия откуда? С Голландией. А там для чего это делается? А потому что там механическая обработка. А у нас вместо механической обработки, мне надо было здесь вот, ниже. Помните, в одном из этих, я кукиш. Наши белорусские друзья. У них нихрена своего нет. Вот они, это белорусские мне сообщают. Белоруссии. Об этом ничего не... Они знают только министерское хозяйство, министерство. Вот. Которые написали спасибо, но это, ваша технология не подходит. Ладно. Вот. Будем считать, что у них вот это выживает. Только единственное что? Привыка здесь, и, конечно, любой ветер это все ломает. Вот. Когда-то, когда-то. Я подхожу к чему. Все зависит вот от этого вот. Это клоновое подвои. Это значит, что ветки были воткнуты, обросли корнями, а потом выкопаны, а потом к ним были привиты эти самые. А клоновое подвои берутся с немородостойкие деревья. И вот тут вот, уважаемая Жанна. Извините, что медленно, нудно. Я не умею по-другому. И вот тут, уважаемая Жанна. Вот. Явно непривитую на дикую поле смельчает. А на культурную не мельчает. Но дело в том, что вы живете на Сахарине. Если вы привьете не на дикую, как я учу. Вот. Значит, мельчает, мы еще продолжим разговор. Это еще не факт, что именно 12 лет. Вот. А речь идет о том, что культурная... Вот вы знаете, культурная, про это культурная. И много литературы про это писалось. Вот. Ну, называют что? Вспоминайте, Родец Семиренко. Вспоминайте, Боровинка, Папировка, Белый налив, Московская Грушовка, Реонид Семиренко. Так нет. Они считаются культурными. Они не самые вкусные. Они как бы, как эти, плебеи культурного мира. Ну, культурные. Почему? Достаточно крупные. А, еще Антоновка. Антоновка это святое. И вот, значит, приведете его на Сахалине. А Северный Сахалин... Я же не знаю, на каком конце Сахалина вы живете. А, может быть, вы в курсе нет. Может, вы там и живете, а? Северный Сахалин. Это что? Лесотундра. Это не я придумал. Это написано прямо на карте. Лес, карта официальная, советская, еще не эта. Советская карта в советское время, изданная, в СССР. Северный Сахалин, лесотундра. Какой, к черту, подвой культурный? Это когда... А, совместимость до 100%. Культурную на культурную. Если вы умеете прививать, если вы вырастите. Ну, вам, тогда давайте так, между нами, девочки. А где вы возьмете подвой культурный? Он несколько лет может пожить до первой 40-градусной зимы, а там они сдохнут. То есть, подвой месяц приводим. Ну, допустим, вырожай дождете. Можно даже попробовать. Так бывает. Несколько лет, может, это, бывает такими полосами. Несколько лет нормально, а потом начинается катаклизм. Потом деревья погибли, а потом все сначала. Вот. Я, что думаете, случайно Сибирку пропагандирую. Где вы возьмете подвой боровинки, белого налива, папировки? Ну, говорите. Кто вам их это продаст? Вам продадут только саженцы из Средней Азии. Только из Средней Азии. Где действительно они будут привиты на культурную. На такую культурную, которая не 40, а 30, они выдержат. 20 для них предел. Вы знаете об этом. Поняли, да? Итак, мы исключаем культурные. Остаются что? Ну, правильно, что за ними идут? Ранетки и эти. Полукультурки, ранетки и эти, как их? И Сибирки. Пожалуйста, если вы найдете ранетку. Если вам не трудно, вы с ранетки возьмете семена. Если вы вырастите по двое, у вас получится, практически у вас получится, что? Правильно, Сибирка. Я видел 100 из 100 становятся Сибиркой. То есть уклонение не просто в сторону Сибирки, а не отличить от Сибирки. За 10-20 лет дикарями становятся. Но, все-таки, прививки приветствуют наука. Многие плодопитомники именно на ранетки прививают. Я про это не спорю. Но дело в том, что мы идем по порядку. Давайте по порядку продолжать. Смотрите. Итак, вся вот эта зона, это 90%. Итак, вот эти, это самые ненадежные. Потому что они зато все культурные. Они не имеют центрального корня. Правильно? А там кто-то заметил или не заметил. Речь идет о том, что здесь тики поросли. Она, вы могли бы не заметить, а она молодец. Вот, речь идет о поросли. Вот. И вот получается такая картина. И у меня же учеба-то не простая. Смотрите. Вот это было в советское время. 76-й год, 76-й год, да? Урожайность яблони в лучших вариантах в оригинальных опытах составила, ну, то есть это рекордные цифры. Хотя в настоящее время луговые сады не имеют промышленного значения. Вот. А они, это все было по-честному, это было в советское время. В то время, я не знаю Якушева, я не знаю Мухина, но тогда были настоящие ученые. А современные ученые, они сделают так, они даже не виноваты, им это навязало сельское хозяйство. Они берут. Вот это вот я взял из интернета. Почему? Учеба продолжается. Сейчас подойдем к нашим. Итак, старый, старинный сад, да? Плоды не измельчали. Санитарную обрезку видели? Видели. Так. Подвои, можете сомневаться, нет? Ну, то, что они, конечно, собственно, не могут быть. Это в 100%, даже на юге. А это юг. Это район, примерно, Италия, Испания, Голландия. Тут всех краев фотографии. Значит, сохранились? Сохранились. Вот. Ладно. Вы бы сказали. Ну, сейчас на Сахарин пусть бы привезли эти саженцы. Какими они были бы через год-два-три? Правильно, мертвыми. Понимаете, да? Посмотрим на этот снимок. Я вам уже много снимков показывал. Венара 35-й. А я остановиться не могу. Вот это культурный промышленный сад. Опять юг. Он настолько юг, что его сделали еще южнее. Не поняли, друзья? Вот. Видите? Крышу. Это теплица. Для того, чтобы в теплице их не уничтожала зараза. А это, знаете, как оно уничтожает? Вот тут-то, уже не под небом, а под этим самым, под крышей прозрачным, полупрозрачным. Вот здесь-то и применяется от 20 до 40 этих самых, господи, как же, не к ночи быть вспомнят. Опрыскивание ядом. Вы поняли? Вы хотите это иметь? Вы можете в теплице даже. На Сахарине теплица сразу перенесет вас на юг Китая. Он там рядом с вами, да? Вот. На юг Японии. Пожалуйста. Вы хотите отравленное? Вы не поняли еще, к чему я клоню? Вот. Не такой уж у нас богатый выбор. Значит, теплица может и выживет, но и варианты сгниют или 20-40 обработок. Поняли? Вы, надеюсь, со мной хотя бы тут согласитесь. Хотя, ну, судя по нескольким письмам, предубеждения у вас сильные против меня. Хотя не знаю зачем. И вот наши попытки сделать. Смотрите. Помните, я вам показывал. Вот у меня просто неудобно одни и те же фотографии. Итак. Капитальное строение. Вот тут их не видно. Вот тут. А делается так. Значит. Жерди могучие. Или как это называется? Стеллажом? Нет. О, память у меня. То есть это все привязано к таким простим конструкциям. Раз. Дальше здесь прокинута это самое. Как это называется? Это на юге все. Это все по уму. Это для получения максимальных урожаев. И крупных плодов. Капельный полив. Дальше. Теперь обратите внимание. Я только сейчас самопределиваю. Видите газоны? Газоны видите? А? Опарина, Жанна. Здесь что? Здесь типа фермерский сад. Здесь гущая посадка. Здесь экономится место. Здесь, естественно, пропахивал все это. Вот. На вашем Сахарине, бесснежная зима, уже только из-за почвы все это будет мертво. Спасти может только Сибирка. Почему? Потому что она даже в виде корневых отводков, которые вспоминайте, абсолютно не боится мороза. У нас были зимы до Нового года без снежи, а уже 35-40. После Нового года обычно снег-то и выпадал. А бывали зимы, а пусть их было не больше двух-трех. Когда вообще черная земля. А яблони как плодоносили, так и плодоносят. И у меня, и по всему этому. Так вот, значит, вот эта дурь, да, перенесенная, вот у них так, потому что они профессионалы. У них все рассчитано. Вот тот, кто меня тогда укорял, привел же... А, вот это же профессиональное хозяйство, которое сказала, посмотрело и схватило за голову, что я пишу, что они только один вред. Сказали, что это... Хотя я их не называл, я вообще имел в виду средства массовой информации. Вред страшный. Вот, и говорили. У них там, помните этот, я цитировал письмо, не меняя даже запятой. У них там, это самое, деньги считают, писал мне редактор, писатель хозяйства. Они деньги считают, у них все это. Вот она. Жрать будете? Я не сказал кушать. Кушать можно, есть, можно только не отравленное. Отравленное, которое к нам везут, только жрать. Вот. А вот это, жалкие попытки повторить, вот они. Тут по два-три яблочка, да. Они это делают только потому, что тут трактор едет. Все это не жизнеспособно. Первый же ветер. Вот, саженец посажен. Посажен с листьями. Они, это же они момент посадки показывают. Никакой обрезки предпосадочной не делали, ничего не понимают, а лезут. Давайте так. Вот это вот, Жанна, я уже к вам обращаюсь. Я уже раз показывал, извините, кто видел. Вот, это из посылки, да. Смотрите, как они делают. Себе они делают нормально. А вот это Крым, это уже наши. А Крым, это русские, это халтурщики. Почему? С него, по идее, нужно получить крупные плоды. Вот розмарин мы перенесли, как? Вот так вот. Не этой саженицы, а другой. Вот он у нас подрастает, еще плодов не было. Как? Вот здесь вот, чик, и вот этот кусочек мы привили. Ну, сейчас дерево метра полтора, так, где-то. Вот, верхушку прихватило морозом. Ну, а что, с Крыма сразу. Даже это, Сибирка не выдержала. Вот. Ну, как не выдержала? То есть, Сибирка-то выдержала. Вот, все-таки не спасла верхушку, пришлось отрезать. Вот. Теперь смотрите дальше. Внимательно смотрите. Когда они вырастили подвой. Вот он. Культурный, заметьте, культурный. Так. Они его выкопали. Они его привили, вживили и посадили. Но вживили и посадили уже вот так. Вот так. Вот. Считаю, что корни мало нарастут. Вместо этого, вот это место сгнило. И они его прислали в Сибирь. Вот. Ну, я не говорю, что это тот самый розмарин. Один из саженцев удалось довести до этого самого. До того, что он уже, ну, как бы... Ну, ну, уже взрослый, будем считать. Только не плодоносил еще. И вот, значит, видите вот это вот. А вот... Какие могут вам предложить варианты? Вот когда палка втыкается, обрастает корнями. Откуда у него корневая шейка, а? Жадно. Вот что интересно... Пойдем дальше. Вот. Сейчас я вам покажу еще кое-что. Сейчас дойдем до них. А, пусть продлю. Вот что интересно... Вот они, корневые отводки. Это юный Сергей, лет 10 назад. Вот. Смотрите. Вот как выкопали, а так как мы его выкопали и не собираемся стряхивать землю и гадать, где тут корневая шейка, он вроде бы ее как бы и не имеет. Ведь это же не сейниц, да? И центрального корня нет, и не быть не может. Не сгнивает это место. А вот здесь сгнивает. Поняли, да? Вот. Поэтому одной из дурий закопайте выше или по какая-то самую по прививку или выше прививки. Вот она исполняет. Но они успели его продать, толкнуть. Почем он их по 500, по 600 купил? Я рассказывал, персики сразу умерли, мы хотели взять с них эти ветки на прививку. Ясно, что умрут. Ну, ветки взять. А это вот, пожалуйста, вот такое прислали. Вот. Еще один. Это вот здесь вот торец. Вот это и была вся палка. Вот. Ниже нету. Это так неудачно сфотографировал. Дальше корня нет. Вот это и все. Вот этот саженец. А он как? Оно так часто и бывает. На таких корнях, если его не трогать, он будет расти. Но попробуйте выкопать. И теперь, чтобы вот это вот росло, надо вот тут где-то обрезку делать. А об этом почему до сих пор кроме меня ни один человек не знал в течение там 200-300 лет. Вот. Ну и, соответственно, я вот этот саженец почему выбрал? Знаете, почему? Потому что еще есть такая агротехника. Вот. Жанна, она как? Вот такой саженец, когда садится, вот он взял и погиб. Да? Посадили его. Вот этот погибнет. Вот. Еще многое, мы же все клоним к этим, мельчанию плодов или не мельчанию. Вот. Еще много попутствующих факторов. Понимаете, вот этот саженец начнет умирать. Он может успеть дать урожай. Но уже будет мелкий. Вот так вот. Идем дальше. И это уже не зависит от того, дикий подвой или культурный. А вот здесь я специально эту фотографию сделал. Почему? Оставляйте нижнюю часть. Вот. И она долго-долго будет давать крупные плоды. Идем дальше. Сибирка, которая вам так не понравилась, это сейнец. Бывший. Вот. Корневые отводки такими не вырастают. И на нем деревья такими не вырастают. Вот. Сейчас я вам... Теперь переходим к сибиркам. Вот сибирка. Она из тайги. Стоит ей немножко порасти. Всего лишь один сезон. Я специально делаю. Вот это, как вам сказать-то, приезжает телевидение в начале лета, где-то июнь. Ну, надо было учебный фильм. Надо. Пожертвовал. Выкопал молодой саженец. Вот. Естественно, что это корневой отводок был из тайги. Это хорошо, когда вот так вот и держится. Вот так вот. А получается, когда я выкопал, бах, и ком развалился. Вот. Все, ладно. Вот он такой. К осени он становится вот такой. Это просто одно из чудес именно сибирки. Второе чудо заключается в том, что я ее не оккультуривал. Все это из тайги. Еще раз. Честное слово. Меня ругают, что часто Богом клятся. Вот она тайга. Так. Вот. Размер плодиков рядом взрослого дерева. Посмотрите на свои ногти. Чаще, как на мизинцах. Не обязательно, но чаще. И вот, значит, получаются такие корни. Вот это плюс или не плюс? Давайте так. Хотите иметь крупнее, вы получите крупнее. Вот. Вот с такими корнями. Или вот с такими корнями. Давайте сравнивать. И дело в том, что крупность это только одно из необходимых качеств. Мы сейчас до нее до конца дойдем. Итак, мы уже с вами что? С корнями разобрались. Так. Биологическую совместимость и разобрались. Вот. Теперь. Ну, это уже, ладно, отдельный разговор. Я уже не буду возвращаться. Смотрим теперь на правый снимок. Вот это корневой отводок. Вот это его ровесник. Двухлетняя. Сеянец. Ну, правильна. Гранетки. Единственный год я гранетку использовал как подвой. То есть я вырастил. Это потом я сказал, да какого хрена мне что, заняться больше нечего. Почему мои легко приживаются к этим сибиркам? Еще расскажу. Это мое открытие. То есть, хотите, мой научный подвиг. Если я сибиркам, дикарям из дикарей приучил не за одно поколение, а за несколько поколений культурнейшая сорта, так, ветки беру с них, а у них уже по Мичурину уже гены сибирки есть. И когда она приживается, да, еще раз, приживается, вот она не чувствует опасности, она вот этот побег принимает за своего. Вот. И когда она принимает его за своего, уже так сильно не влияет на качество. Улавливаете? Ой, какой я сегодня молодец. Ой, какая Жанна молодец. Извините, что я себя хвалю? Если бы не вы. Вы поняли теперь? Вот этот момент. Кто-то потом пусть пересмотрит, сразу может не удается вникнуть. И вот, значит, это самое. Теперь он уже родной. Несмотря на такое малое количество корней, но рос прекрасно. Видите? Это все есть. У меня же фильмы есть с телевидением сняты. Это все есть. Вот. Ничего я не выдумываю. Теперь так. Возвращаемся к правому снимку. Итак, вот это вот так выглядит, когда она только выкопана. Вот так вот. Это когда я Серега шел мимо с этим саженцем. Серега, Серега, скорее, дальше фотографируй. Вот. Это не то, что я выбирал летами сотни. Дальше идем. А, он уже порос. Вот это вот, если это весна, к осени вот такой становится. Вот. Вот такой же это двухлетка. Дальше. Сравниваем. Итак, мы имеем Сибирка, Ранетка. При прочих равных условиях я железу отдаю себе отчет, что есть прививка, здесь прививка. Это не привитая. Ну, допустим, привитая, да? При прочих равных условиях возраст, толщина, там, способ прививки. Все одинаково. на нем, допустим, будут яблоки, ну, 100 грамм, ну, 150. Ну, бывает и 500, но это редко. Так, здесь будут, допустим, крупнее. И, допустим, проходит там 12 лет, которых вы сказали, да? На 12 год мельчает. Допустим, на 10% стало мельче, а этот не стал. Но давайте смотреть по-другому. Ой, я сделал фотографии, нет, сейчас поищу, минутка, 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 минутка. Ага, во-во-во, смотрите, вот это вот мелба, она дальше не растет, она на Сибирке, да? Ну, дерево где-то лет 12. Ох, как раз примерно столько, молодое дерево, примерно столько, сколько у вас в этом письме. Вот. Но пока она не хочет мельчать это явно. Так, вот это уже пойдет, следующее преимущество, пока я пропускаю это. Вот. Вот это молодое дерево, у меня только корневые отводки, подчеркиваю. Вот. Еще одно плюс, Вот давайте так, если вы против Сибирки, корневая отводка, но ведь вы где корневые отводки, возьмете другие, если речь идет о яблонях. Ну, давайте здраво. Ранетка моя за все годы, за 30 лет не дала, ни одного. Сколько я их наблюдал, ни одного. Вроде бы у него в родне, это самое, Сибирка. Я уж и так, и этак, я их сколько, и сейчас они растут, еще старое дерево кое-где есть. Ни одного отводка. Сибирка их дает. Так, минуточку. Когда погиб сад, я все подробно, извините, я для вас стараюсь. Вот. Да и потом обвинение, тоже не очень нравится мне. Вот это, когда сгорел мой сад, вот это были взрослые деревья, плодоносящие, да? Вот они. Ну, не сгорел, сожгли. И с под земли вылезло вот это чудо. Представляете? Вот это свойство именно Сибирок. Ну, я не утверждаю, что Ранетка не дает. Я просто ни разу не видел. Вот. Может где-то и дает эти самые отводки. Далее. Вот. Сравниваем еще раз. Ранетка, Сибирка. Так. Значит, корневая такая. Вот. Здесь такая. Здесь готовая. Год сэкономлен. Здесь нет. Здесь растить пришлось. А ведь это тоже факторы. Это на 10, через 12 лет на 10 грамм похудеет плоды, а здесь, допустим, не похудеют. Ну, я думаю, пока переоспользуюсь в Сибирке. Пока. Идем дальше. Вот. Еще раз, извините, я показываю этот же снимок. Он уже старый. Ну, может быть, две-три недели назад. Вот это я фотографировал. Пару недель назад, да? Это было под бутылками. Я все как всегда. Преш вам съел с бутылками. Вот. Давайте посмотреть, нет ли тут мертвых. Я пытался понять. Тут такое ощущение, что все живые. Вот это может быть мертвые. Вот. Ну, ладно, чтобы уж не ловить меня за язык. Ну, 90% есть, 95% есть. Согласны? То есть, практически полная биологическая совместимость. На Сибирке. А не может быть. А, еще раз, мое открытие, моя технология. А это, значит, берем, не приучаем подвои к привою, а берем готовые, вот такие вот, с сажерских деревьев, то есть, не с сажерских, а уже с привитых деревьев, переносим на Сибирку. Вкус. Сравнивать, допустим, мелба, это Канада, да? Красная мелба, это чудо, это сказка. Вот, допустим, Канада. Слаще не там или нет? Вот, когда, Жанна, скинетесь мне, это, а, вы сказали, что в русском помогать не будете. Чего ради? Так, вряд ли вы мне купите билет на самолет в Канаду, чтобы я мог сравнить вкус. Но, скажем так, красивая, раз, моростойки, два, и, ну, вкусовые качества вызывают у всех не восторг, не от изумления. Вот это касается, вот они, в Сибири, вот. Это плюс огромный, потому что даже на ранетку, вы не дам, вот сходу вот взяли, на ранетку привели, ну, где вы возьмете привой? Ну, где? Ну, привезете откуда-то. А, может быть, мы с юга все привозим. А он возьмет, не приживется. И хоть плачет. А здесь приживается. Вот они. Еще раз говорю. Это еще один плюс, даже если чуть-чуть мельчает. Я бы не сказал, что дичает. Чуть-чуть мельчает. Вот это так, а вот это вот на третий год эти же самые сибирки, эти же самые яблоньки, вот так выглядят. Вот. Есть получше сейчас, и плоды будут. Ну, я уже надеял вам этими фотографиями. Вот, пожалуйста. Вот. Зацвели на второй год, на третий год, вот, вот, пожалуйста, уже можете пробовать. Видите? замечательно. А это прям питомники. Саженец, побрезговали, не купили, показался, что видите, такой. А он взял, ну, таких там несколько десятков каждый год. Там из трех, четырех сотен несколько десятков вот так выглядит. Вот. Вот она та самая мелба. Ну, все считают, что она превосходный вкус имеет. Да, 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 да. А, ну, в общем, пока, как видите, эта тоже мелба, она не собирается дичать. И дальше еще. Что такое корневой отводок? Дело в том, что вот эта яблоня, да, вот, вот, помните, я говорю, возьмете вы где-то эти, каких, вот, видите, возьмете вы отсюда семена. Так, допустим. Если это даже была бы не сибирка, допустим, бронетка, полукультурка, вот. И ни черта у вас вот это бы не получилось. А я стал лидером по колонавицкам на какое-то время. Я перестал ими заниматься. Вот. На какое-то время вот так вот выглядело. Вот, что мне, вот он я, вот еще второй раз, три моих роста, да, вот, то есть высота больше пяти метров, прививка у земли, урожай, все при ней, да, вот. Это единственный вариант, чтобы получить такую. Почему? Давайте так, вы бы хотели заняться колонавицками? Ну, судя по вопросу вашим, вы все-таки, ну, начитанный человек, как минимум. Если у вас практика не знаю, но начитанный. А теперь вспоминайте, на что прививают колонны? Ясно? На вот те самые корневые отводки. То, я не то говорю. На, как, так называемые карликовые, карликовые, их бы обозвали как-то гномами, что ли. Вот. Эти карликовые подвои. И получается, на карликовом подвои карликовые яблони, это понятно. Вот. Про ее супер урожай, это сказки? Сказки, самые настоящие сказки, поверьте мне. Вот. Я же имею в виду, возвращаться не буду, карту, помните, номер три, где живет девяносто процентов этих самых. Москва, кстати, там на границе вторая, третья. Вот. Там что-то может получаться суперспециалистов, а вы не мечтайте. А здесь вариант так, или не имеет колонн, я тоже начинал с классических колонн, вот, или опять подвой, уже не карликовый, а раз он имеет корни, раз-то отводок, значит, имеет. Теперь еще раз об одичании. Вот это вот яблонь, она моя когда я вам сейчас скажу и еще плавно перейдем еще на одну тему, очень важнейшую тему. Вот это вот та самая белый налив, вот, который привит на Сибирку. Да, он одичал, можете хлопать в ладоши, примерно начал одичать года с 12-го. Во-во-во-во-во. Вот видите, я не стараюсь выгородить себя или эту яблоньку. Итак, эта тема плавно перейдет другую, сейчас объясню, почему. Когда я купил дачу, на ней росло, была зима 2004-85 год. Лютая, мы завод пускали, мы замерзали так, что это самое, у нас отмерзали уши и носы. Знаешь, что такое, корпуса бетонные, неотапливаемые, в них холоднее, чем на улице. И вот когда весна приходит 1985 года, после той жуткой зимы из трех, из пяти волосых вишен, три мертвых, две живых, но кислятина, заметьте. Ну, понятно, зато выжили. И совершенно удивительно, жива тогда яблонька, я еще не знал, что это, что с нее будет. И вот она была мне по пояс, но разлапистая, вот, вот такого же типа, вот, только повыше немножко. Да, вот такого типа, она была два раза выше, было три мощных веточки, и на них висело 20-30 яблок. Яблоки укрупнялись, укрупнялись, и я подробно, не шутя говорю, это все надо знать. Вот. И когда они достигли более-менее спелости, мы их начали отрывать. Запомните, отрывать. Потом это слово пригодится. Когда мы все до единой оторвали, на следующем году она росла мощная, не было ни одного плода. А у меня-то еще сада только начинался, яблок-то не было, а это ж первое яблоко, да еще взрослая расплодоносила, подумаешь, она чуть выше моего пупка была. Ну, такая разлапистая, в разные стороны глядела. Год ни одного яблока, второй ни одного, третий, уже мощная яблонька была, мощная. В два моих роста так росла. Пять яблок, и только еще год, и она дала прекраснейшие плоды, даже слегка розовые. И для меня она стала кто этим самым главным регустатором? приехала семья из Ростова. Не ко мне, но зашли, посмотрели, у нас в Ростове мы ничего вкуснее не ели. А потом началось одичание, тут вы правы. Нет, конечно, не сразу. Несколько лет мы обжирались, она очень рано начинает плодоносить. Кислостадки, плоды, но мы-то, я-то наличал, мы же сладчей морковкой ничего не ели. В те годы рынка не было. Продавали, правда, не азербайджанцы, а грузины. И то в Абакане. Вот. В то время только одни грузины почему-то были. И вот, значит, вот мы их ели и наслаждались. Где-то с 18-го, 10-го года на моей памяти, ну, плюс я накинут их года три, получается, с 11-17-го года началось одичание. Все как у вас, Жанна. И одичание быстрое, и, наконец, случилось то, что вот та груша, которую я выпилил, гигантские урожаи, я ничего не мог поделать. То есть они не гигантские, деревья же не такие же большие. Вот видите, вот это же не гиганты, а нормальные деревья, средний рост. Вот. Но яблоко, как тоое количество, сахара на них не хватало, и мы их есть уже не могли. Это так же, как вот я в этом году спилил вот эту грушу сварок, потому что, ну, куда, уже замысили урожаи, а толкунули. И вот, значит, после этого я сделал омолажившую обрезку. Каждую ветку я отрезал на две трети. На две трети, мощные. И вернулась сладость. Еще на два года снова быстро восстановились ветки и снова замечали. И тогда я взял пилу. Все. Вот тут с белым наливом получилось. Но для меня белый налив полукультурка, а на нее по двое действует сильнее. А вот на правом снимке, друзья, это опять же после пожара того самого, который я вам показывал, вот, осталось несколько десятков деревьев. Они полуносили вот так. Вот, видите? Вот. И давайте считать. Значит, в девяносто первом году давали землю, и без того, девяносто второго я взял. Так. Значит, в девяносто втором году это с... Ну, в общем, фактически я заложил сад в девяносто пятом. Так. Нет. В девяносто четвертом. А в две тысячи пятом его сожгли. Это еще были живы таких несколько десятков. И второй пожар в две тысячи восьмого. Итого, в две тысячи восемь отнимаем, в две тысячи восемь отнимаем это самое назад. Получается, там получается, семь лет, и тут восемь. Да, это яблони пятнадцать лет. О! Ну, как видите, а она тоже сибирку привита. Вот. А это жигулевская. Они, в принципе, такие. Бывали и крупнее. Естественно, ни поливом, ничего. Это все, сад уже загибался, уже все. Я только пополам с варами успевал какую-то часть собрать яблок. Вот здесь пятнадцать лет. Вот все, что я хочу сказать. То есть, есть минусы, есть плюсы. Да, к сожалению, я хочу, друзья, вам сказать, что здесь влияние подвоя, или, может быть, не подвоя, а жесткого климата. Помните, чем севернее, тем дерево присоедет выбор, погибать или нет, не дичать. Я говорил, другое слово, приспосабливаться, давая больше, но мелких плодов. Вот. Для нас с вами, Жанна, значит, остаются варианты. Культурные, скорее всего, померзнут на вашем Сахалине. Если вы Сахалина, я прошу прощения, если вы, а где-то в Брянске, то пожалуйста, зачем вам Сибирка? Но для Сахалина Сибирка пойдет. Вот. Для Дальнего Востока, для Иркутской области, для Краснодарского края, как Кассия, Кемеровская, Томская, Омская, Тюмень, так, Урал. Вот это, я дальше не лезу. Если я не знаю, что в Европе будет Сибирка, мне заказывают Сибирку, европейцы, отчаянитесь. Они говорят, у нас было минус 30, у нас все померзло. Ну, понятно, я начинаю загибать пальцы. Биологическая несовместимость неполная, вот, подвоени морозостойки, так нет, вот. Ну, в общем, мой любимый конек. Все, с этим, все, что я мог, сказал. Я не сказал да, я не сказал нет. Помните, как любовная сцена, песню поет? Вот. Я не сказал да, вы не сказали нет. И я такой же. Я не сказал это. Вы просто теперь, у вас есть выбор. Для сибириков Сибирка, это святое. Почему? Потому что все померзнет, чертовой матери, без нее. Вот. Кстати, ни одного случая заражения сибирка этим раком, который бушует по всей Сибири, добрался до Казахстана. Вот. Вроде бы уже в Европе есть. Не знаю точно, но, ну, то есть, присылают фотографии, вылитые, этот, раковые заболевания. Ну, ну, если считать, рак грибом. Просто, видимо, из формы гриба смертельная. Такая, что. А так, что я скажу? Я же говорю, обязательно это сам. Покупайте у меня или где-то, или идите в тайгу за сибирками. Нет. Я вам всю правду раскрыл. У сибирок есть огромное преимущество. И вот это, то, что даже не от центрального корня, зато есть скороплодность. Именно потому, что это отводки. Понимаете? Зато есть скороплодность. Ну, уж за одним. Помните, опять повторяю. Итак, корневая шейка должна быть помечена. Тем более, что это даже не сиениц. Тут, хрен поясу, если бы отряхнешь, да, вот где тут здесь, вот, в ранецке, это самое, корневая шейка. Начинается. А здесь четко. И плюс расположение юг-север. Как до сих пор, ни один ученый, ни тысячи изданий, тысячи публикаций. Сейчас в видеоролику, ну, хоть бы один сказал, посадите по сторонам света. Все так же переписано, чем раз показывал. Но я его показывал для того, чтобы вы знали, что с соседями можно жить дружно. Если приказы дерева туда склонятся, они будут те же самые абрикосы, груши, яблони кушать, и никаких обид не будет. Недостаток есть. Я забыл, кто в прошлом вебинаре указать на него. Здесь подгнивание начинается раньше, чем если бы не было забора. То есть простора нет, тень с запада есть, подгнивание начинается раньше. Чем она выражается? Смотрите, ветка сухая, сухая, сухая. Я их никогда целиком не обрезаю, я вам уже говорил. Это мой принцип. Никаких ран на кольцо. Никаких обрезок до того, как ветки не отсохнут. Уже солнца в два раза меньше. Поэтому процесс отсыхания нижних веток, который большую часть жизни проводит в стене, происходит быстрее. Но это не смерть. Там наверху все прекрасно. Я вам показывал фотографии, где все ломится от плодов. Я просто хотел сделать акцент, специально сделал такую фотографию, чтобы уточнить. Да, с соседями можно дружить. Что делал я это? Нет хорошей жизни. Доль забора садил. Лучше бы отступить пару метров. И солнца больше, и веток сухих меньше. И тогда они вверх будут тянуться, а вширь. Это все-таки полутень, скажем так. Поняли, да? И вот начало этого конца. Мне, к сожалению, я в этом сети вебинаре покажу, у меня уже есть потери. Не полностью кроны, а где-то полкроны, четверть кроны. Это есть. Но это страшная зима. Ну и посадки, это касается особенно вот таких, которые рядом с забором. Еще раз говорю, так же, как я обращаюсь к Жанне, что, пожалуйста, не думайте, что так вот все просто. Есть плюс, есть минус. Надо взвешивать. Вот. Надо взвешивать. И выбирайте из того, что можно. Да, я говорю, отступить от забора на 2-3 метра. Но если некуда отступать, ну, тогда пускай, вот как у меня. Ветки будут сухие, и тянутся будут вверх. И соседи, если вы, это окажется дичок, начнут кричать, а выпилите, есть нормы санитарные. А если будут туда свершиваться 100-граммовые сливы, априкосы, они не станут, это из сладчайшей груши, они не станут кричать про это, про санитарную грушу. Получается так. Вот это вот, Андрей и Тимур. Это Казахстан. Вот это сами откройте потом, когда сможете, в другое время. Посмотрите, ребята взялись, а вот в таком виде мне это вот, Алексей Константинович Лосман прислал эту информацию. Я про нее не знал. Когда-то я писал, что у нас есть свой кудесник, Чернобаев, что он привез прямо с Алматы настоящий Аландинский аппорт. У него две разновидности. Вот одна из них, это его супруга, милая. Вот, здорово, да? И когда я открыл эту ссылку, я увидел, что двое молодых парней в Казахстане возрождают именно работу с саппортами. Правда, я увидел, что они бодро старый полузаброшенный сад чистят от деревьев, то есть от яблок, яблоки прекрасные. И явно, что сад старше их. Но то, что они взялись, и ролик замечательный, я их поздравляю, вот, что эти ребята в Казахстане возвращают вторую молодость аппортом. Вот, величайшая редкость, величайшая. Вот, поэтому я спасибо Александру, Алексею Константиновичу за вот этот ролик. Я с удовольствием посмотрел, и вы посмотрите. Так, читаем вот это письмо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, дать письмо.